ОМТВЮА 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 УЧЕНИКОВ НЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ПРЕСТИЖНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ А В ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ИнКУБАТОР ВОСПИТЫВАЮЩИЙ НОВЫХ СОЛДАТ ВООССЯ Они стучат по нему Я стучат по нему Независимые журналисты Выяснили, что в новом учебном году Основную нагрузку учащихся составят патриотические предметы и внеучебная активность Так, помимо введенных с начала полномасштабного вторжения разговоров о важном, в школах будут преподаваться основы религиозных культур и военная подготовка. Ранее существовавшие основы безопасности жизнедеятельности будут заменены на основы безопасности и защиту Родины. На перемене мальчишки и девчонки часто забегают, нет, не в столовую, а в кабинет УБЖ, чтобы еще быстрее научиться разбирать и собирать автомат Калашникова. Как отмечают разработчики, программа предмета должна включать знания об элементах начальной военной подготовки и требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Также новые стандарты подразумевают сформированность представлений о современном общевойсковом бое, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов. С нового учебного года в 523 школах и 30 центрах практической подготовки колледжей России запустят образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Всего подобные курсы появятся как минимум в 30 регионах России. Еще одним предметом, вводимым в новом году, станет «семьеведение», в рамках которого школьников будут пытаться вводить в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и сформировать у них такие просемейные ценностно-смысловые установки, как брачность, многодетность и целомудрие. «Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования». Все эти предметы не только способствуют идеологической индоктринации детей, но и идут в ущерб обычным предметам, нацеленным на получение знаний. «Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке». Совмещать образование с пропагандой становится еще труднее на фоне сокращения числа учителей. Независимые журналисты со ссылкой на Министерство просвещения РФ отмечают, что число учеников в школах непрерывно растет с 2010 года, тогда как в 2023-2024 учебном году почти в трех четвертях регионов – 61 субъект России. На работу устроилось меньше педагогов, чем уволилось. «А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше». Нехватку учителей школы стараются компенсировать повышенной нагрузкой на оставшихся. В 2023-2024 учебном году один учитель в в среднем ввел 27 уроков в неделю, тогда как для эффективной работы рекомендуется проводить не больше 20 уроков. При этом в 15% открытых вакансий учителям предлагают минимальную оплату труда, установленную в России – 19 тысяч рублей, около 225 долларов. В результате педагоги вынуждены подрабатывать уборщиками, что также не может не сказываться на качестве образования. «Ну вы же не пошли в бизнес, как я понимаю?» «Ну вот». Еще хуже обстоят дела на оккупированной территории Украины, где лучшие педагоги отказываются переходить на российские образовательные стандарты и продолжают подпольно обучать детей онлайн в рамках украинских учебных программ. В итоге оккупационным властям приходится искать новых учителей, а лучшие учебные заведения регионов переживают кризис. «Сегодня мы будем с вами учиться рисовать гранату и взрыв». Еще одним долгосрочным, но, пожалуй, самым страшным последствием нынешней войны является физическое уничтожение нового поколения россиян, тех, кто в иных условиях мог бы стать основным двигателем передовых технологий и специалистами, способными развивать страну. И с каждым годом система отправки вчерашних школьников на фронт становится все эффективнее. С 1 ноября на территории всей России начинают действовать электронные повестки, после отправки которых призывнику автоматически запрещается выезд за рубеж. Параллельно с этим заработает реестр воинского учета, который переводит работу военкоматов в электронный формат и даст возможность получать данные из различных источников, включая Федеральную налоговую службу, МВД и пенсионный фонд. Уклонистам грозят разные наказания от штрафа до лишения свободы, а срочников все чаще отправляют в зону боевых действий. «Туда же можно завести срочников?» Вымывание молодых и трудоспособных россиян заметно уже сейчас, но с годами эти потери приобретут еще более катастрофический характер. С этой машиной, которую мы видим, с этим катком асфальтовым, который движется, я боюсь, что во всем ключе в государственных школах все будет под ковром. Многие учителя, не большинство, но многие учителя ведут настоящие разговоры о важном, о том, что важно детям, о том, что важно им. Это не имеет никакой вот этой остервенелой милитаристско-нацистской окраски абсолютно. При этом, если мы говорим о тех самых разговорах о важном, наверное, которые вы имеете в виду, они могут оказать на детей тотальное, на самом деле, влияние. Если дети маленькие, смотрите, это исследованная тема. Если мы говорим об индоктринации в отношении людей лет до 8-9, например, это остается с ними навсегда. То есть, можно ли это достать? Можно, но высочайшей ценой. То есть, это очень-очень сложно со всех точек зрения. Реально очень-очень сложно. У меня есть однозначный ответ – родителям уходить из школы. Если они с этим столкнулись. Мне хорошо известен контраргумент, значит, который гласит, ну, подожди, это очень тяжело, не все могут, не у всех есть деньги. Все могут, и денег для этого не нужно. Если в школе ваш ребенок столкнулся с индоктринацией, нет шансов, что он сможет ее избежать. Ну, просто нет шансов. Такого не может быть, да, если есть благоцелование утром, если есть уроки о важном, в той форме, о которой мы говорим, если есть, не дай бог, выстраивание буквы Z и вся остальная гадость, да, что там еще, плетение маскировочных сетей, вот это вот все. Надеяться на то, что обойдется, не стоит, потому что в 90% случаев не обойдется. По закону образования любой родитель, любая семья может принять решение в форме обучения. Уход на семейное обучение занимает час. Ну, просто час. Тенденция последние года, последние два года ухода на семейные формы обучения, да, она просто, ну, просто взлет, это что-то потрясающее. Так что я боюсь, что, когда говорят нам, это невозможно, нам это трудно, это такие отмазы, извините за выражение, это когда, ну, окей, у меня удобная жизнь, ну, что делать? Ну, сделают моего ребенка членом Гитлера и Югид, ну, что поделаешь. Очень много тумана сейчас в отношении этой ситуации, в отношении вот этих переговоров. Появляются различные предположения, что, может быть, это решение будет озвучено не сегодня, может быть, это будет решение озвучено во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а может быть, США разрешат наносить удары только британскими ракетами, но не американскими. Но все это пока, по большому счету, слова. Окончательные формулировки, когда они будут произнесены, вот они будут означать некое статус-кво. Пока все это на уровне неких предположений и относиться к ним нужно соответствующе. Западные лидеры, включая премьер-министра Великобритании, призваны создать некую домовую завесу за теми действиями, которые проводит Запад в отношении России, используя украинскую территорию. Продолжение следует...